Еще неделя-две и контору инженера-путейца Григория Будагова до конца отреставрируют. Правда, речь пока о фасаде. Внешне восстановленное здание – это копия исторического. Воссоздавали фасад по редким фотоснимкам. Весной проведут отопление и электричество. Дом инженера Будагова – это место, с которого, по сути, начиналось развитие Новосибирска. Оно станет подарком городу на день рождения и сердцем целого исторического квартала. Рядом восстановят и другие памятники. А вот после 125-летия всерьез займутся не только внутренней отделкой. Что разместят в восстанавливаемом здании, узнаем у сотрудника музея города. Почему сегодня восстановлению дома Будагова такое внимание? Ну вот последние годы в городе как-то активизировалось такое краеведческое движение. И, видимо, вот этот симбиоз с одной стороны общественной инициативы краеведческой и с другой власти как раз привел к тому, что наконец-то этим домом занялись уже очень плотно. Ну вот, например, фотография 2000 года, фотографа Константина Ощепкова. Тогда еще в этом доме жили люди. Потом люди выехали, ну и мы получаем уже совершенно другие картинки. Вот эти замечательные переплеты, которые тогда вот были, они тоже уже утрачены. Потом дом пережил несколько пожаров. Вот следы этого видно. Это вот уже вообще окончательное такое вот разрушение дома. Буквально фотографий, по-моему, год или два. И наличники вот они содраны. Уникальные ручные работы. Вот мы видим один из них. Часть сгорели, часть разломали, растащили. Ну во всех цивилизованных странах принято при реставрации оставлять старые кусочки, артефакты и новоделы. Их даже можно рядом поставить. Их даже старые колором таким заподкрашивать, чтобы было видно разницу. И вот ход истории видим. В нашем случае по Будагову осталось очень мало. Вот венцы дома, они сохранились достаточно хорошо. Очень важно сейчас все-таки хотя бы по фотографиям попытаться восстановить реальность того, что было. Чтобы нам не стыдно было показать экскурсанту, что мы не на 3D-принтере этот домик напечатали, что он несет в себе живые фрагменты того 100 с лишним летней давности здания. В отреставрированном доме Будагова планируют разместить экспозицию. Я так понимаю, музей города. Что хотят показывать? Да, это будет музей, филиал музея, посвященный строителям Упского моста. Там будут вещи, которыми могли пользоваться в то время эти люди. Вещи, которые тогда были в обиходе. Кабинет самого Григория Моисеевича, где он мог работать. Сам Григорий Будагов был инноватором своего времени. Будут ли какие-то инновации в его музее? Там есть центральный зал такой в доме, большой, достаточно такой, почти квадратный. Мы хотим сделать его таким вот интерактивным. Повесить там какой-то, может быть, монитор. Посетители в центре зала садятся, там, может быть, на какие-то мягкие пуфики, на что-то другое. И перед ними проходит городская хроника. Сто лет назад в моде были пышные бороды, очень похожие на современную ситуацию. Поэтому пользователи интернета предлагают открыть в конторе Будагова цирюльню. Что думаете по этому поводу? Вот когда там будет исторический парк, улица целая, можно такую цирюльню разместить. Потому что там будут также и какие-то ремесла, какие-то художественные промыслы, какие-то кузницы, может быть, будут стоять. Чтобы люди могли вот фактически ходить и как бы попасть в это время, попасть в начало 20 века, в частности. Спасибо за приятное общение. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!